Гость в студии Геннадий Александрович Васильев, автор шеститомного издания «Книги памяти жертв политических репрессий». Геннадий Александрович, с этого дня, с 17 октября, наша телекомпания повторит программы, посвященные каждому тому «Книги памяти». И совсем скоро состоится презентация шестого тома. Расскажите, пожалуйста, как работали над очередной книгой. Над очередной книгой, конечно же, я собирал материал еще в то время, когда готовил пятую книгу. Потому что тот материал, который накопился у меня, он, естественно, в пятую книгу не вошел, и я его уже перекладывал на шестую книгу. В основном это архивные материалы. Архивные материалы госархива нашей Челябинской области, архивы Татарии, архивы Костромской области, Ярославской области. И, что интересно, присылают уже письма и воспоминания не только наши землики, которые живут в Челябинской области. Присылают письма и воспоминания с Сибири, опять-таки с Мурманской, Ярославской, Костромской области. Потому что они находят материалы в интернете. Тем более у меня есть свой сайт. Там есть пофамильные списки каждого тома. И вот они видят фамилию своего прадеда, обращаются ко мне через интернет. И потом уже присылают фотографии, документы. И, конечно, немаловажно, это воспоминания. И что еще особенность шестой книги? Большое количество архивных материалов из уголовных дел. А как вам удалось? То есть до этого какие-то были ограничения доступа? Были. Там своя специфика. В том плане, что архивные материалы попадали, которые уже рассекречены. 75 лет после вынесения приговора они рассекречиваются. И теперь я ими пользуюсь. И что самое ценное, я нахожу там фотографии, о которых потомки даже и не ведали. Вот в этом и особенность. И еще особенность шестой книги, хотя я ее начал обрабатывать, обкатывать с четвертого тома. Дело ведь в том, что, как правило, в книги памяти заносят только тех, кто получил реабилитацию. Или только тех, кто признан пострадавшими. А куда девать тех стариков, которых выселили в Магнитогорск в 70-80, даже в 90-летнем возрасте. Или куда девать и умерли они в первые же дни. Куда девать тех маленьких детей, которые умерли, ушли из жизни по времени приезда в Магнитогорск на спецпоселение. И о них даже нигде не упоминается. Но у меня есть материалы, которые позволяют восстановить всю семью. А это, знаете, ценное в том, что потомки, кто интересуется своим генеалогическим древом, находят и могут найти своих родственников, которые жили, которые были выселены, которые жили в Магнитогорске. Мало того, что расширилась география, да, как вы уже сказали, теперь еще и получается доступ к новым архивам и данным. Это уже хорошо. А для вас какие-то еще белые пятна остались в этой истории? Белых пятен немерено. Ну, взять такой факт. Вот я уже почти 28 лет занимаюсь этой темой. И я всегда задавался себе вопросом. А неужели из моих предков никто, как говорится, не был ни раскулачен, ни осужден? Я знаю, допустим, своего по прямой линии родного прадеда, по одной линии деда, по другой линии. А прадедов и прапрадедов как-то вот ушел этот материал. И вот я натолкнулся на одно уголовное дело и вижу, в общем-то, нахожу фамилия, имя, отчество своего двоюродного прадеда, который в 30-м году был осужден на 10 лет концлагерей. Отсидел 6 лет, вышел на свободу в 36-м году. В 38-м году уже новая статья, новое уголовное дело. Вновь 10 лет, и его, как говорится, концы канули в небытие. Геннадий Александрович, сколько удалось опубликовать таких кратких биографических сведений? Вот с 2009-го это вышел первый том. Сегодня мы стоим на пороге презентации 6-го. Вот сколько же фамилий в ваших книгах? Ну, я должен сказать, вот маленькое так вот дополнение. Вот эта маленькая книжечка, издана мною в 95-м году, то есть 21 год назад, посвящена отдельному Кизильскому району. И по моим данным, там было осуждено по 58-й статье около 700 человек. В этой книжечке я собрал информацию о 360-ти. И она, эта книжечка, явилась базой, костяком самого первого тома, который был издан в 2009-м году. В целом, если взять в целом, более 20 тысяч фамилий, которые включены в списки вот в 6 томов. Ну, если быть более конкретным, 23 тысячи 500 с чем-то фамилий имел. Наверняка этот список еще очень большой. И я знаю, что у вас уже есть материал и на 7-й том, и на 8-й. Действительно ли это так? Да. Седьмой том уже сформирован. На 80% у меня готов, уже собран материал для 8-го тома. Но дело в том, что я сейчас это не боюсь и не стесняюсь открыто говорить. К сожалению, я эти книги издаю на свои средства. Единственные, вот опять-таки, три момента, которые я хочу сказать. В 2009-м году первые и последние разы в сельских районах, это глава Агаповского района Шевчук и глава Верхнеуральского района Игорь Струменев, первый том закупили для своих библиотек, для сельских библиотек своего района. Когда я издавался 4-й и 5-й тома книги, серьезную поддержку я получил от Вадима Чаприна, который, как говорится, помог мне, и 4-й и 5-й том пошли в городские библиотеки. 2-й и 3-й тома мне серьезную поддержку оказала редакция газеты «Магнитогорский металл». Они тоже закупили и книги распространили для городских библиотек. Что касается 6-го тома, есть уже какая-то договоренность с библиотеками? С библиотеками – да, они готовы. Но пока еще вопрос остается открытым. Я надеюсь. Есть ли в вашем окружении люди, которые заинтересовались этой темой, может быть, молодые какие-то помощники, которые собирают данные, помогают письма, я не знаю, собирать? Есть. Не такое уж большое количество. Но вот на протяжении вот этих последних 7 лет я тесную связь поддерживаю с Сашей Вернигоровым с Верхневрадьского района, который интересуется, которому, опять-таки, я оказал поддержку в розыске его родственников, о которых тоже он никогда не слышал. В Челябинске проживает Лена Туранина. Мне несподручно ездить бывает часто в Челябинск. Я ее прошу, она мне переснимает некоторые интересующие меня документы, присылает мне. Вот таким вот образом связь поддерживается. И ваша главная цель, чтобы эти книги дошли до кого? До всех или до молодого, юного поколения? Во-первых, вы знаете, когда я выхожу на встречу с учениками, я, конечно же, стараюсь выходить на старшие классы. Вы знаете, вот приходят иногда такие шалопаи, вот взбудораженные, и когда я начинаю говорить, в зале гробовая тишина, и потом они меня спрашивают, это что, у нас было? Темы этой в учебных пособиях нету. Хотя рекомендуют эту тему в школах выносить на вне-классное, вне-школьное обсуждение. И еще моя цель-то какая? Может быть, еще не знают люди те, во-первых, предприниматели, которые могут сделать первые шаги для того, чтобы книга попала хотя бы в каждую сельскую библиотеку. В каждую сельскую библиотеку. Хорошо. Спасибо вам большое. Хотелось бы, чтобы вы только напомнили нашим телезрителям, когда же состоится презентация шестого тома и где? Презентация шестого тома «Книги памяти жертв политических репрессий» состоится 28 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий. В Центральной городской библиотеке имени Бориса Ручьева в 15 часов. Ждете всех? Да, приглашаю всех. Спасибо вам большое за визит к нам в студию. А телезрителям я напомню, что в гостях у нас был Геннадий Александрович Васильев, автор шеститомного издания «Книги памяти жертв политических репрессий». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин